Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями, если они конечно же есть, и не забывайте ставить лайки. Снова повторяю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный telegram канала Amarkets, в котором каждый день мы размещаем, постим дополнительный аналитический контент вам в помощь. Ну что ж, мы постепенно приближаемся к новому 2023 году. Прекрасно осознаем, что в условиях низкой ликвидности и отсутствии каких-либо значимых макроэкономических отчетов, да и вообще статистики, которые можно было бы проанализировать, интересного мало. Но, как я отмечал ранее, именно в низкой ликвидности может крыться подвох. И какого-нибудь изменения новостного фона в настроении на рынке может оказаться достаточно, чтобы спровоцировать резкие движения. Напомню также, что ранее мы следили за золотом, которое сейчас котируется на отметке 1811 долларов за тройскую унцию. Мы ждали, что этот актив может показать интересное движение под закрытие год. Оказались вправо, потому что вчера мощный импульсный рывок, который отправил золото к нашей с вами первой цели на отметке 1830 долларов за тройскую унцию. Хайбл 1833, после чего последовал откат. Опять же, интерес к золоту, который мы наблюдаем, на мой взгляд, прекрасно отражает картину торговли и спекуляций на основании действий большинства и меньшинства и поведения институциональных инвесторов. Ранее я делал акценты на отчет американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, где мы уже не первую неделю наблюдаем значительный интерес со стороны крупных хедж-фондов к золоту. И полагаю, что этот интерес может сохраниться на протяжении всего 2023 года. Поэтому увидел очень много прогнозов, что золото ожидают и на уровне 2000, 3000, даже 4000 долларов за унцию. Заранее очень трудно спорить с вероятностью реализации таких прогнозов, но с учетом фона, который формируется, я думаю, что золото будет крайне интересным инструментом для покупателей на протяжении всего предстоящего года. Мы за золотом также следим еще и на основании индекса рыночных настроений, а именно показателей так называемого инструмента оценки большинства и меньшинства Кайман, который доступен каждому клиенту компании Амаркетса. Что делает большинство, мы трактуем как неправильную позицию, поэтому стараемся идти против толпы. Сейчас по-прежнему толпа золота шартики. Поэтому я допускаю, что сегодня-завтра мы можем увидеть дополнительный рост этого инструмента и, может быть, даже с обновлением локальных максимумов. Индекс доллара в районе 104 пунктов торговли продолжается уже не первую неделю, и, судя по всему, этот год мы примерно рядом с текущим значением их завершим. Аналитики ING считают, что рецессия практически неминуема американской экономике в следующем году. Но они опубликовали очень интересную статью, из которой следует то, что рецессия станет благом для американской экономики, потому что позволит охладить ее вместе с охлаждением. Конечно же, снизится потребительская активность, а следом за спадом потреб активности пойдет уже и снижение инфляции. Как на это будет реагировать регулятор? Он окончательно откажется от жесткой монетарной политики и начнет оснижать процентную ставку. Если рассуждать вот в такой конве, конечно же, мы придем к тому, что действительно экономические условия под конец года, если экономика быстро выйдет из рецессии, могут улучшиться. Но если оценивать, как поначалу риск рецессии, когда он реализуется, повлияет на американскую экономику, то здесь будет очень много плохого. И для рынка труда, в том числе, но много хорошего для курса американского доллара, который останется выбором инвесторов в условиях очень непростых экономических реалий. И много раз я уже отмечал, что если вам импонирует точка зрения того, что впереди грядет финансово-экономический кризис, который начнется в том числе и с американской экономики, то тогда вы уже должны быть заряжены на покупку американской валюты, потому что не было ни одного кризиса, когда доллар не рос в условиях экономической неопределенности. Доказывает то, что американская экономика возможно уже прямо на пороге этой рецессии. И очень интересный индикатор, который опубликует ФРБ Сент-Люис, региональное отделение ФРС. Этот индикатор называется еще правило СЭМа, которое оценивает ежемесячный отчет Non-Farm Fairless по американскому рынку труда в перспективе довольно большого периода времени, то есть большая big data накоплена. И есть индикаторы, которые внутри этого инструмента предполагающие, что если скользящая средняя трехмесячная пересекает годовой показатель, то это уже предвестник рецессии. Так вот, это произошло в конце ноября, и сейчас индикатор по-прежнему свидетельствует о том, что угроза экономического спада, она может быть даже уже реализовалась или нависла прям такой черной тучей для американской экономики. В общем, нужно делать выводы. Слишком много индикаторов настроений, негативных комментариев, заявлений, точек зрения, которые указывают на то, что вряд ли экономика США минует вот этот период экономического спада. Поэтому готовимся к турбулентности, очень много будет интересного в 2023 году, и мы попробуем, прежде чем развернуться, по доллару заработать, в том числе ожидая роста индекса американской валюты выше 105 пунктов уж точно. Вчера мы видели ралли доходности американских облигаций. Сейчас трежерис торгуется на отметке 3,85%, и последний раз, когда трежерис были на данном значении, индекс доллара был выше 110 пунктов. Нужно закрывать вот этот гэп, образовался серьезный временной лаг, и надеюсь то, что покупатели соберутся, если не в последние дни уходящего года, то в начале следующего года. 84,77 это котировки Brent, особо ситуация не изменилась за прошлую торговую сессию. Китай отменит необходимый карантин, как обязательное условие посещения китайской экономики для туристов с 8 января, но трудно представить, кто поедет в Китай, учитывая настолько сильно ухудшившуюся эпидемиологическую ситуацию в этой экономике. Кстати говоря, из-за того, что количество заболевших просто бьет какие-то немыслимые всевозможные рекорды, китайские власти приняли решение не публиковать статистику на ежедневной основе, а остановиться на ежемесячных показателях. Полагаю, что через несколько недель, через месяц-два максимум, мы увидим вот все вот это, я имею ввиду колоссальную нагрузку на систему здравоохранения, рост количества заболевших, закрытые предприятия, все это будет конвертировано в очень слабую макроэкономическую статистику, что может притопить позиции рынка нефти. Поэтому пока что рекомендую не залазить в нефтянку, будут еще условия в будущем. Доллар иена 134, японская иена накануне ослабла после комментариев главы банка Японии Курода о том, что не бывать отказу от сверхмягкой экономической политики. Но мне кажется, что он лукавит, конечно же, потому что это уже началось после того, как был увеличен диапазон торговли облигаций японских. Наверное, он выполняет задачу ослабления волатильности, снижения волатильности на национальном валютном рынке, потому что за последние дни мы видели, насколько сильно укрепилась японская валюта. Чрезмерное укрепление – это такой же негатив, как и чрезмерное ослабление. Поэтому котировки стабилизируются, полагая, что в районе примерно 135 йен за доллар, после чего мы будем все равно готовиться к следующему шагу отказа от мягкой экономической политики и дальнейшему росту йены против американского доллара. Цели прежние – закрепление ниже 130 йен за доллар. И что касается рынка криптовалют, здесь снижение продолжается – 16640 уже по биткоину. Многие считают, что 2023 год из-за наследия, краха и банковства биржей FTX, с будущего усиления регуляции со стороны властей, криптозима будет продолжена на протяжении всего года. И рост может возобновиться только лишь после следующего халвинга. Как вы наверняка знаете, он запланирован на 2024 год. Я пока разделяю такую точку зрения, считаю, что мы в ближайшее время увидим новые минимумы как по биткоину, так и по остальным представителям криптовалютного рынка. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!